С американского миноносца в Красном море впервые запускают крылатые ракеты по позициям джихадистов в Сирии. Это серьезная эскалация в кампании по борьбе с группировкой, которая называет себя исламским государством. Последствия этой бомбардировки на северо-востоке Сирии. США заявляют, что в результате удалось предотвратить нападение боевиков и было уничтожено по меньшей мере 50 джихадистов. Но поступают также неподтвержденные сообщения о жертвах среди мирного населения. Тем временем джихадисты опубликовали еще одно видео, на котором взятого в заложники британского журналиста заставляют агитировать за исламское государство. Кажется, что американские политики с готовностью использовать негативное определение исламского государства, называя группировку ужасной, гадкой, раховой опухолью, оскорблением наших ценностей. Но такие жалкие оскорбления на самом деле не сильно вредят самому могущественному движению джихадистов в современной истории. Представители сирийских властей в Дамаске сообщают, что их уведомили заранее о предстоящих авиаударах. По словам американских представителей, в операциях против позиций джихадистов также приняли участие пять арабских государств. Важно, что эти преимущественно суннитские страны помогают операциям против боевиков суннитов. Однако никто пока не может предсказать, как долго просуществует эта коалиция. Тем временем на севере Сирии продолжаются бои. Это курдские бойцы. Джихадисты наступают. Ясно, что бомбардировки с воздуха сами по себе не закончат этот конфликт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!